Добрый день уважаемые коллеги. Широкое внедрение синтетических сечетых протезов для хирургической коррекции цистоцели и стрессового недержания мочи в ряде случаев сопровождается развитием имплант ассоциированных осложнений. Адекватная коррекция данных осложнений возможно только при детальной оценке состояния имплантированного протеза и прилежащих к нему органов. Роль лучевых методов в обследовании пациенток с имплант ассоциированными осложнениями в специальной литературе не освещена. В нашей клинике было проведено МРТ-исследование 34 пациенткам по поводу подозрения на развитие имплант ассоциированных осложнений после операций коррегировавших цистоцели с использованием синтетических сечетых протезов. При этом в раннем послеоперационном периоде у пяти пациенток при гинекологическом обследовании был выявлен инфильтрат по передней стенке влагалища, что потребовало проведения МРТ. А у 29 женщин в сроке от 1 до 2 лет после операции появились симптомы гиперактивности мочевого пузыря, боли и рези при мочеиспускании, учащенное мочеиспускание, терминальная гематурия, которых до операции не было. Отсутствовал эффект от проводимой медикаментозной терапии, что также явилось показанием для выполнения МРТ. У 7 из 29 пациенток МРТ-таза позволила выявить в просвете мочевого пузыря наличие дополнительного компонента с тканевыми сигнальными характеристиками, фрагмент мигрировавшего синтетического сетчатого протеза. Всем 7 женщинам выполнена цистоскопия, по результатам которой у всех пациенток выявлен дефект слизистой в задней стенке мочевого пузыря, на дне которого визуализирован фрагмент синтетического сетчатого протеза. У 4 пациенток по ходу внутрипузырного компонента мигрировавшего протеза имелись томографические признаки наличия конкрементов. У 3 женщин по результатам МРТ имелись признаки сморщивания и смещения протеза в виде деформации задней стенки и шейки мочевого пузыря. У всех пациенток были признаки рецидива цистоцеля и стрессового недержания мочи, что свидетельствовало о потере поддерживающей функции протеза. У одной из 29 пациенток были жалобы на боли в уретре на протяжении всего процесса мочеиспускания. В анализах мочи лейкоцитурия и эритроцитурия, при гинекологическом обследовании резкая болезненность при пальпации по ходу уретры, континенция сохранена. При выполнении МРТ таза имелись признаки миграции сетчатой ленты в просвет уретры, деформации и нечеткость заднего контура уретры с наличием за ним дополнительного компонента. При уретроскопии у данной пациентки визуализировались фрагменты синтетической сетчатой ленты. Распределение пациенток по типам выявленных расстройств. Миграция сегмента протеза в мочевой пузырь у трех женщин, миграция сегмента протеза в мочевой пузырь с формированием конкремента у четырех пациенток, деформация и или гофрирование протеза в 10% случаев и миграция синтетического протеза в уретру у одной пациентки. Анализ полученных магнитно-резонансных изображений позволил дифференцировать типы осложнений после оперативного лечения цистоцели и стрессового недержания мочи с использованием синтетических сетчатых протезов и определить их томографические признаки. Таким образом, в случаях развития осложнений, связанных с мочеполовыми протезными устройствами, имплантами, МРТ позволило документально подтвердить факт наличия осложнения и в 100% случаев определить их вид миграции протеза в мочевой пузырь и уретру, деформации протеза. Наличие полной информации об осложнении, его виде, а также о состоянии окружающих тканей позволило в 37% случаев не только поменять тактику ведения пациенток с консервативного лечения на оперативное, но и выбрать адекватный хирургический метод коррекции развившегося осложнения. Спасибо за внимание!